То есть язычества еще хватает, тем более, что на самом деле откуда термин язычества произошло? То есть наши предки, даже христиане до сих пор помнят, что до Вавилонского столкотворения был единый язык всего человечества. То есть мы изъяснялись мыслями, то есть телепатией. Язык не предназначен для передачи мыслей. Это шаксиома. Мысли изреченные есть ложь. Так же? Поэтому наши предки непосредственно обменивались мыслями. Ну вот наглядный вам пример. Помните, как ученик Рамакришны, Миви Кананда, в Англию приезжал и читал лекции по ведической культуре? И все были уверены, что он на родном языке читает, полностью спорили. Да нет, он на английском читал, немец на немецком, француз на французском, а он на хинди читал лекции. Но каждый присутствующий был полностью уверен, что он на родном языке читает. Вот это и говорит, что христиане говорят, что верующие будут говорить иными языками. А это язык минералов, язык растений, язык животных. То есть все так общаются. Непосредственно телепатией. Но когда началась калинюга, то есть наша основная система начала уходить от центра Вселенной, и как бы началась ночь сварога. И вот как вот зимняя спячка у некоторых животных, они засыпают. То есть мозги начинают засыпать. У нас было 100% работало мозг, а сейчас 3%. Мы спим просто-напросто. И естественно начали появляться племена, которые быстрее деградировали. Мозги быстрее засыпали от неправильного образа жизни. И они были вынуждены изъясняться с помощью языка. Хотя это не предназначено. Вот наши предки начали называть их язычники. То есть по большому счету и мы сейчас язычники, потому что используем язык. Но мы-то должны осознавать, что это плохо. Это как раз погрешность мы допускаем. Нужно вернуться к тому, чтобы изъясняться непосредственно так. Улавливать? Вот это вот как бы наша черта. Но это не только у белых людей. Раньше у всех это было. Но мы вот начали называть вот это язычеством.